МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожнее с зелёным чаем! Подожди секундочку, у меня не очень приправно. Что случилось? По-моему, я слишком много выпила коньяка. У меня начались галлюцинации. А что такое галлюцинации? Понимаешь, я зашла туда, а там... Там ты лежишь, руки отрублены и весь в крови. По-моему, мне нужно пить водички. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Городская служба спасения. Чем мы можем вам помочь? Пришлите, пожалуйста, в милицию. У меня в квартире мёртвый человек. Он совсем мёртвый. А только что был живой, понимаете? У него ещё... Рук нету. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Смерть наступила 3-4 часа назад. Предположительная причина смерти, проникающая в ней в грудь. Орудие убийства не найдено. Кисти обеих рук отсутствуют. Ушибы и ссадины он получил наверняка ещё при жизни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чао Чинг. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Это все не может быть. Я труп отправляю в ФС. Да, в общем, в ФС можно забирать все. И блендер, и ножи. Все остальное, что мы здесь нашли. А я Катю отвезу. Да, хорошо. Хозяйка квартиры Катерина Завьялова. 1978 года рождения. Владелица оптовой торговой компании Катрина Плюс. Ее фирма занимается поставками из Китая в верхние одежды. Разведена, живет одна. При погибшем были найдены документы. Это некто Чао Ченг. В общем, нужно срочно пробить по базам, есть ли что-нибудь на него и на Завьялова. Извините. Рогозина. Да какой сон, товарищ генерал, все на месте работаем. А это обязательно? Хорошо, поняла. Есть товарищ генерал. Начальство тоже не спится? Два часа назад на министерство вышло китайское посольство. Завтра они к нам пришлют своего человека. Все, работай. Просыпайся, пошли. Кисти рук были отрублены сразу после наступления смерти. Приступаю к вскрытию. Вся кровь в квартире и кисти рук прилежат погибшему. Остатки пальцев для дактилоскопической экспертизы непригодны из-за сильных механических повреждений. Замок в квартире был вскрыт отмычками. Свежие отпечатки в квартире принадлежат только Завьяловой. Орудие убийства, нож и топор мы и не нашли. А что с соседей? А просто соседей ничего не дал. Понятно. А что у нас с подозреваемой? С ней все плохо. Похоже, она чуть того перенервничала. Сейчас Круглов с ней разговаривает. Пытается, по крайней мере. Этого не может быть. Мы ей не верим. Я повторяю вопрос. Назовите свое имя и фамилию. Он хороший. Он живой. И хороший. Галина Каловна, привет. Ну что, я закончила вскрытие в желудке у погибшего остатки ужина. Судя по всему, китайская кухня ел он рис, рыбу, креветки. Пел зеленый чай. А судя по степени переваривания пищи, ел он непосредственно перед смертью. Доброе утро. Доброе утро, Галина Николевна. Меня зовут Ци Ван Хэй. Вы можете просто мне звать Хэй. Это Номан. А, вы переводчик из посольства? Да. Мы подготовили кое-какие документы. Ну что же мы здесь стоим? Пройдемте ко мне в кабинет? Пойдемте. Я и мои коленки отборок всю ночь. Мы собрали доступную информацию на Ченга. Его биография безупречна к уголовному миру отношениями. И что здесь? Фотография Ченга. Его медицинские документы из клиники. Снимки зубов, редкиновские снимки. То, что мы нашли, мы все перевели на русский. Однако очень быстро. Валя, надо идентифицировать труп. Ну все, я пойду. Всего доброго. Мы провели компанию господина Ченга. Единственный русский партнер, с которым он вел дети дела, была компания Катрина Плюс. Кстати, Петрович уже вызвал к нам ее финансового директора, Татьяну Познякову. Да, все правильно. Мы эксклюзивные партнеры компании господина Ченга в России. Вчера у нас в офисе было подписание очередного крупного контракта. Во сколько это было? Господин Ченг приехал около 12. Переговоры, подписания. Около трех, он вернулся в гостиницу. Ну а на вечер была запланирована неофициальная часть. У нас с Ченгом уже год как совместный бизнес. Когда сумму контрактов перевалил за миллион, он решил приехать познакомиться лично. Нихао, Катя. Здравствуйте, мистер Ченг. Надеюсь, ваш полет прошел нормально? Нихао, мистер Ченг. Нихао. Не стоит переводить. Я и моя компания очень высоко ценит вас, наших русских друзей. Перед поездкой я получил несколько уроков вашего прекрасного языка. Если вы не возражаете, я хотел бы говорить по-русски. Вы подписывали очередной контракт? Да, очень крупный. Что было потом? Потом человек поехал в гостиницу. На семь был запланирован ужин. Решили отметить сделку. Где? Очень милый ресторанчик такой, китайский. Гнездо дракона. Его держат китайцы. И в основном все продукты возят из Китая. И официанты там все китайцы. Нам подали фирменное блюдо. Оно так и называется. Гнездо дракона. Рис, морепродукты и какие-то волшебные соусы. Невероятно вкусно. А пили вы зеленый чай с жасмидом? Да. Вы это знаете? Да, слушаю. Да, Валя. Все совпадает. Ну, знаешь, это действительно Ченг. Спасибо. Извините. Как долго вы пробыли в ресторане? Часа полтора. Ушли еще девяти не было. Так, что потом? Потом мы пошли пить кофе. Там недалеко французская кафе и не ланже. Попили? Да, кофе и коньяк. А Ченг только зеленый чай. Сколько времени вы пробыли в ланже? Там вы долго сидели. Часа два, может, три. То есть из ланже вы ушли где-то уже ближе к двенадцати, правильно? Наверное. Так, что дальше? Я, видимо, много выпил коньяка и пригласила Ченга к себе. Мы поймали такси и поехали ко мне. Добрый день. Мы рады приветствовать вас везде от дракона. Господа желают пообедать. Господа желают пообщаться. Боюсь, здесь будет неудобно. Прошу ко мне в кабинет. Да, действительно. Я смотрю, вроде он хорошенький шарец. Побудет здесь. Да, я помню. Эти господа узнали вчера здесь вечером. А во сколько это было точно? В семь. В семь часов. Так, и сколько они здесь пробыли? Часа полтора-два. А вы не помните, что именно они заказывали? Господина майора, меня хочет обидеть. Наше фирменное блюдо. Гнездо дракона. В таком случае я хотел бы поговорить с официантом, который обслуживал их столик. Конечно. Ну, только завтра. Вчера работали, сегодня отдыхают. И малыш с Мао совсем не говорит по-русски. Ясненько. Ну что ж, тогда до завтра. До завтра. А где? Ваш друг вас не дождался? Похоже, ну да. У нас только дело тонкое. Приходите завтра. Галь, я поговорил с администратором кофейни Ланже. Вчерашняя смена ушла, будет только через два дня. Я взял список официантов, начинаю их отрабатывать. На, конечно. У меня есть новая информация. Пока господин Майский, допрашивая управляющего. Я поговорил с официантами в зале. Но... Официант, который обслуживал вчера столик Катя и Ченга, уже сменился. Но я взял его адрес. Он живет недалеко от ресурсов. И я решил его навестить. Он говорит, что вчера приехали русские и китайцы в дорогом костюме и с очень дорогими часами. Я показал его фотографии, Ченга и Катя, но он их не опознал. Погоди. Как это не опознал? Этого официанта срочно к нам. Погнали. ПОДПИШИСЬ! 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 Ты что с киста, а? Ты труп что не видел? А у нас вот каждый день минимум по одному трупу. А иногда и больше. Так и живем. Ему отрезали язык, как в Китае поступают с теми, кто много болтает. Опа! Колени, быстро, быстро! Руки за голову! Руки за голову! Все! Ну, врача сила. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Алло, это Майский. Короче, у нас на хате один мертвый китаец и один пока еще живой. Ты мне сразу не понравился. Это раз. Ваше посольство слишком быстро узнал о первом убийстве. Это два. Ты все время был в курсе всего расследования. Это три. Ты последним видел официанта живым. Это уже четыре. И ты единственный, кто слышал его показания. Это пять. Ты будешь говорить? Что сказал официант? Кто убил Ченка? Кто? Говори! Ну, в общем так. Обоих китайцев убили одним и тем же ножом. Вероятность совпадения 90%. Язык был действительно отрезан. Время смерти приблизительно два часа тому назад. Время совпадает с визитом по нему Хея. В общем так, мой китайский друг, я тебя задержал по подозрению в убийстве. На следующий допрос ты имеешь право пригласить своего консула. Консула не надо. Я хочу говорить с Кариной Николаевной. Разгласно. Слушаю вас. Я не переводчик. Это мы знаем! Я не переводчик. Я капитан китайской службы безопасности. Работаю при нашем посольстве в Москве. Вы можете звонить вашему генеалу Василенко. Он меня знает. Я с ним. Короче, он меня знает. Вы можете меня арестовать и посадить в камеру. Но я должен сказать, что официанта я не убивал. Но его смерти это моя ошибка. Теперь раскрыть эти убийства. Это мой долг. Я найду убийцу. Я уже говорил. Они вчера приходили, узнали здесь. Он не ошибается. А официант утверждает, что он их не обслуживал. И что за его столиком сидели вообще другие люди. А этих он даже в глаза не видел. Малыш, мама, стал много курить корень радости. Он путает. Я ему позвоню. Не трудитесь. Малыш, мама не сможет подойти к телефону. Ну что у тебя? Патермен и уборщица вчера работали. Они опознали обоих. Говорят, что нетрудно перезапомнить. К ним вообще не часто приходят русские. В основном свои. И люн не осыпается. Вы уж извините, но дело не терпит отлагательств. Посмотрите. Вот эти люди были у вас в кофейне вчера вечером? Ну да, сидели. Практически до самого закрытия. Дамочка на коньячок налегла, а этот чай свой тянул. Зеленый. Хотя при его бабках мог бы что-нибудь подороже заказать. В каком смысле? Да у него часы одни стоят больше, чем моя зарплата за год. Даже месяц с Чивой. А во сколько они пришли? Не помню, где-то в девять, начало десятого. А ушли полдвенадцатого. Мы как раз закрываться начали. Так действительно не может быть. Не может убитый китаец с отрубленными руками пить зеленый чай в кофейне в центре Москвы. Но так не бывает. Поэтому давайте все проверим еще раз. С самого начала. Итак. В семь часов утра. Ченг прилетает в аэропорт. Подтверждается билетом и данными таможни. В девять двадцать он заселяется в отель. Я проверял, паркей его запомнил. По документам все прошло. Ченг отдыхает в отеле. Завтракает. И в двенадцать часов отправляется на встречу с Завьяловой. В офис Катрины Плюс. Ну, здесь куча свидетелей. После переговоров и подписания договора Ченг снова возвращается в отель. Это тоже проверено. Отель дорогой. Там камера везде. Все везде фиксируется. Электронные ключи. В отеле он просидел до восемнадцати тридцати. Только заказывал себе чай. Никуда не звонил. Ни с кем не общался. Дальше. В девятнадцать часов Ченг снова встречается с Завьяловой. И они ужинают в ресторане «Низо дракона». После ужина в девять часов вечера Завьяловы вместе с Ченгом идут попить кофе. В кофейню «Ланже». Там, по словам официанта, они проводят время почти до закрытия. То есть до двадцати трех тридцати. А вот здесь начинаются чудеса. Ченг вместе с Завьяловой едут к ней домой. И ровно в полночь, как в сказке про Золушку, китайский принц превращается в остывший труп. Чудес не бывает. Это не Золушка. Это просто гоголь какой-то. Ладно, все. Работаем. Итак, следующее блюдо – «Морской путь дракона». Это блюдо так называется. Большое блюдо из креветок, свежей рыбы и икры рыбы «Хе» или «Хе». Подается соусом «Слезы дракона». Соево в основе. Соус отличный, я тебе скажу. Товарищ майор, я прошу, прекратите издеваться над голодными сотрудниками. Я Ракузиной пожалуюсь. Ой, жалуйтесь, Ванечка, кому угодно. Я же по работе. По работе вот, по делу. Значит, следующее блюдо. Гнездо дракона. Очень большая тарелка с диким рисом, королевскими креветками, свежей рыбой, медьями и другими морепродуктами. Там еще куча всего. Подается аж с шестью видами соусов в праздничном оформлении. Подходит, кстати, для большого компания. Это блюдо, между прочим, нашу Ченка перед смертью ел. Не желаешь заказать? Желаю. Я уже в Таразии на бутербродах. Шкараблю вместе с вами. Ну ладно. Что у нас тут? А, здесь дальше все на китайском. Но мой друг Хэй мне все популярно перевел. Значит, здесь говорится о том, что все блюда готовятся только из натуральных, охлажденных морепродуктов, не замороженных ни в коем случае. Там есть телефоны, значит, то есть можно заказать заставочек. А почему здесь не китайском? А, так китайцы же. Я не знаю, может для своих меню заказ. А где капитан? Капитан? Ну, где-то здесь. Он, по-моему, вообще никуда не выходил и не спит вообще. Сейчас медитирует в комнате отдыха. А что, ты закатывать пошел? На меня возьми, пожалуйста, сковородочку. Разрешите? Разрешаю. Галина Николаевна, к вам Познякова Татьяна Борисовна из фирмы Катрина Плюс. Она говорит, что здесь уже была. Хорошо, пригласите. Есть. Проходите. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Слушаю вас. Я, собственно, хотела переговорить с Екатериной Васильевной, с Завьяловой. Боюсь, что это невозможно. Дело в том, что она подозревается в убийстве. И все контакты с третьими лицами ей запрещены. А к тому же она себя плохо чувствует после случившегося. Почти все время спит. А что случилось? У нас ЧП. Даже не ЧП. Катастрофа. Деньги пропали. Какие деньги? Все. Весь китайский платеж. Больше миллиона долларов. Я час назад звонила в фирму господина Ченга. Платеж не пришел. Ну, может быть, платеж где-то подвис? Ну, всякое бывает. Всего сутки прошли. Да вы не поняли. Он и не придет. В контракте фальшивые реквизиты. Это... В компании господина Ченга не слышали о таких. А где вы взяли эти реквизиты? Как где? Дал господин Ченг. Ну, а вас не смутило, что реквизиты не такие, как всегда? Вы же давно с Ченгом работаете. Это же не первый платеж. Да вы не понимаете. Мы всегда так работаем. Каждая новая сделка оформляется на новое юридическое лицо. И на новые реквизиты. Так просил господин Ченг. А нам какая разница? Вот оно что. Ну, вот оно что. Как я сразу не догадался с этого миллиона? И надо было начинать эти руки. А что с руками? Отрубленные кисти. Так в Китае уже несколько тысячелетий кают нечестных людей. Так, слушай. Надо направить запрос в интерпол. Пусть проследят платеж. Я тоже займусь этим вопросом по своим каналам. Отлично. Отлично. Катя, пожалуйста, это очень важно. Вспомните, не было ли чего необычного в день вашей встречи с Ченгом? Да ничего необычного. Единственное, меня удивило. Приятно. Как он так русский язык к поездке выучил? Расскажите мне еще раз, подробно, поминутно, что вы делали, когда вы вышли из китайского ресторана? Мы поужинали. Потом пошли в ланже. Я для храбрости выпила коньячку. Мне показалось, что Ченг самый близкий, родной мне человек, понимаете? Так бывает. Прогласила его к себе. Он согласился. Мы поймали такси в ланже и поехали ко мне. По дороге я соскочила в круглосуточный магазин, в супермаркет. Купить зеленого чая. У меня дома его не было, а Ченг купил только его. Адрес супермаркета помните? Ну, это недалеко от моего дома, через сквер. Пять минут называется магазин. Ну хорошо, а что это было за такси? Вы водители запомнили? Да обычное такси, какая-то дешевая иномарка. А, там внутри, наверное, номер телефона вызова был написан. Много семерок. Человек так обрадовался, как ребенок. Говорит, это число счастливое в Китае. Я водителя не запомнила. На нем свитер был. Я эти свитера хорошо знаю. Это я их привозила. У нас с Ченгом первая сделка была как раз по этим свитерам. Я в такси подумала, это знак сыр. Скажите, эти свитера могли где-нибудь остаться? Ну, на складе, в магазинах. В офисе, конечно. Конечно, мы всегда по одному оставляем из партии. Галь, показания Кати о супермаркете и покупке зеленого чая подтверждаются. У меня есть копия чека, да и кассирша ее вспомнила. Говорит, что это постоянная покупательница, живет где-то неподалеку. Чай она покупала в 23.50. Есть. Эй, утренняя пробежка? Ну, маленькая, неодолженное дело. Я у вас спросить хотела. Неодолженное дело, подожгут. Скажите, за какой срок среднестатистический китайец может выучить русский язык? Ну, хотя бы на минимальном уровне. Русский сложный, для китайца очень сложный потерь. Знаешь, минимум года серьезных занятий. А вы не могли бы узнать через посольство, изучал ли русский язык Чэнг? Я вчера тоже отправил запрос в Пеклине, что жду ответа. Простите. Спасибо. Станечка, а ты не знаешь, случайно, куда с утра пораньше отправился наш китайский друг? Капитан? А его Тихонов за едой послал. Никак не наесться. Тихонов? За едой? А ну-ка, пошли. Завтракаем? Я, между прочим, работаю. А, то есть ты проводишь густологический анализ морепродуктов? Густологический. В смысле, пробуешь на вкус? Очень хорошо. Рассказываю, все по порядку. Я с помощью нашего китайского друга капитана Хэйз заказал в Низе Дракона вот это блюдо. Его принесли полчаса назад. Я сравнил продукты из ресторана и продукты из желудка убитого Ченга. Полное совпадение. Так и что? Вроде бы ничего, но есть одно но. В меню написано, что все блюда готовятся из свежей охлажденной рыбы. А здесь и в желудке Ченга. Рыба замороженная-размороженная. Ну, поясни. При заморозке свежей рыбы происходит необратимое изменение некоторых белков. Идет распад. Креатинфосфата, гликогена и других веществ. Например, гликоген разрушает с образованием молочной кислоты. Креатинфосфат с образованием креатина и фосфорной кислоты. Я все это знаю, Иван. Ты поясни, какое это отношение имеет к расследованию? Есть у меня одна мыслишка. Капитан Хэй сейчас отрабатывает. Да, слушаю. Галя Томайский. Короче, нашел я машину. На наше счастье, с семерками оказалось только три таксопарка. Но по свитеру водителя быстро нашли. Он все подтверждает. Действительно, подавчера он отвозил ночью Завьялову и Ченга от Ланже к Завьяловой домой. Причем по пути заезжали в супермаркет, все верно. Завьялова пошла за покупками, а Ченг прибежал в парк. Нужно исправить. Как он говорит, чаю зеленого перепил. Вода и ед. Ну, обоих не было минут пять. Надо снять все свежие пальчики и пота жировой из машины. Да, все, давай, пока. Пришел ответ из Интерпола и Китая. Миллион был перечислен на подставной обезличенный счет. После этого его перечислили из Китая в один из офшоров. Кому принадлежит счет, пока установить не удалось, Интерпол занимается. Вот черт. И еще. Покойный Ченг никогда не посещал курсы русского языка. Это прикинь, как нам еще повезло с тобой, что эту машину три дня назад основательно мыли и чистили. И плюс к тому, после той ночи она еще сутки стояла в сервисе на ремонте. А то бы неделю ковырялись, не меньше бы. Да, а так всего каких-то сорок человек. Смотри, в машине пальчики только завьяловый. Остальные под нашим базам не проходят. Ничего не понимаю. Это мы так эффективно работаем, что ну ладно китайские, но наши русские народные бандиты в такси ездят перестали. А где господин Зернов? Я принес то, что он просыла. Галина Николаевна, рыба не замороженная. Она точно такая же, но не замороженная. Иван, ты можешь толком объяснить? Капитан принес из гнезда дракона приготовленную там рыбу. Она не замороженная. А ту рыбу, которую продают на заказ, та замороженная. Ченга кормили замороженной рыбой. Понятно? Если честно говоря, то не очень. Ченга кормили едой, заказанной по телефону. Значит в ресторане он не обедал. Он обедал где-то в другом месте. А в ресторане вместо него сидел фальшивый Ченг. Поэтому убитый официант не узнал Ченга по фотографии. Правильно. Официант единственный видел этого поддельного Ченга вблизи. Остальной персонал видел его издали. А издали он похож на настоящего. Ну по крайней мере должен быть похож. Так, все. Давай мозги нам не пудрят. Что ж получается, по твоим словам, Катя Завьялова тоже не была в ресторане в этот день? Если твой официант ее по фотографии не узнал. Так что ли? Катя в ресторане была. Официант ее не узнал, потому что он китаец. А для них все русские на одно лицо. Это фишка. Я только сегодня это понял. Получается, что Катя весь день провела не с Ченгом, а с его двойником. С фальшивкой, так? Ну конечно. Настоящий Ченг, скорее всего, вообще не доехал из аэропорта в гостиницу. Ну подожди, разве Завьялова не встречала Ченга в аэропорту? Нет, в аэропорту она его не встречала. Он сам ей позвонил и попросил беспокоиться. Дело в том, что трансфер входит в своем месте отеля. Круглов же отель проверял. Так. Коля, ты сейчас где? Прекрасно. Узнай в отеле, кто встречал Ченга в аэропорту. Хорошо, спасибо. Завьяловой подсунули просто похожего китайца. Она разговаривала с ним только через переводчика и никогда не видела. Перепутать нетрудно. Фальшивый Ченг дал Катерине фальшивые реквизиты, на которые она перечислила по-честному один миллион долларов. Тот, кто придумал эту аферу, очень хорошо знал особенности восприятия китайцами русских о русскими китайцах. Ченг накануне приезда позвонил в отель, сказал, что встречать его не нужно, его встретят друзья. И действительно, он приехал сам. Есть. Нам всего-навсего надо найти китайца, который внешне похож на Ченга. Я понял, что дело очень плохо, когда увидел в котиной квартире труп. Он был одет так же, как я. Рассказывайте все с самого начала. Неделю назад меня нашел человек из китайской диаспоры и предложил мне несложную работу. Заказчик сказал, что их друг богатый китайский бизнесмен. Он должен был приехать в Москву на важные переговоры, но не сможет из-за болезни, а я его должен заменять. Вроде бы я на него похож. Русские не отличат. И заплатили щедро. Что тут дальше? Мне подробно объяснили. Дали красивый костюм, дорогие часы и поселили в пятизвездочный отель. Днем я должен был подписывать какой-то контракт, а вечером поужинать с русской. Мой контракт заканчивался с заказчиком в девять вечера. После этого я должен был вернуть костюм и часы и все. Но вы решили попить еще чайку. Русская мне очень понравилась, что я решил еще немножко пообщаться. Потом она меня позвала к себе. А когда я увидел в комнате труп, я понял, что следующий труп будет мой. И я решил спрятаться. Я хорошо спрятался. Как вы меня нашли? Вы сможете опознать человека, который предложил вам эту работу? Было очень темно. Я его не разглядел. У меня есть новости для нашего друга, можно? Пришел. Что бы шоу? А? Ничего не стынно, не знаю. Голос, не знаю. Зай в шоу, ба я твой дала мне, не знаю. Вообще-то было не очень темно. Мне кажется, это был лун. Лун, управляющий рестораном «Гнездо дракона». Просьба всем оставаться на местах. Федеральная экспертная служба. Гражданин Лун, вы задерживаетесь по подозрению в убийстве. Сам оденешь. Не стынно, ты не шам фатиньба. Девочка! О сделке вы узнали от вашего родственника, который работает в компании Ченга. Кстати, этот родственник уже арестован и дает показания. Идея с подменой была почти безупречной. Вы позвонили в отель и от имени Ченга отменили встречу в аэропорту. А встретили вы его сами и увезли. Кстати, а где вы его держали? Понятно. Идем дальше. Вы поселили в отеле, похожего на Ченга, Ликона. Дали ему документы, одежду и отправили на встречу с Завьяловой. Завьялова честно перечислила на вас счет 1 миллион долларов. И первая часть вашего плана была завершена. Теперь нужно было сделать так, чтобы Завьялова раньше времени не подняла шум. В квартиру Завьяловой вы подкинули друг к настоящему Ченгу. И чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, вы даже накормили его перед смертью такой же едой, которую его двойник вместе с Катей ел в ресторане. Только его свежей рыбой пожалели. Дали ему мороженое. Для дополнительной страховки вы отрубили Ченгу руки. Руки могли выдать, что его свежее. В кухонном комбайне Завьяловой вы сделали из рук кровавую кашу, чтобы мы не смогли сравнить отпечатки. Ваш расчет был прост. Вернувшись домой, Катя находит тело Ченга. И даже если бы она кричала, что невиновна, кто бы ей сразу поверил? Пока бы разбирались, вы давно бы уже обналичили ее деньги. Но кто бы мог подумать, что Ли и Катя продолжат вечер в другом кафе, а потом и вовсе вместе отправятся к ней домой. Еще одна неприятность – это заговоривший официант, который мог испортить все дело. Но и эту проблему вы оперативно решили. Ваша вина полностью доказана, Лун. Изъятый у вас в ресторане нож доказывает вашу причастность к обоим убийствам. Вы ведь повар? Ножом владеете хорошо? Не хотите назвать ваших сообщников? Если он не заговорит, мы сам найдем. И Ченге обязательно вернем. Слушай, можно тебя спросить? А что ты там наговорил фальшивому Ченгу, что он начал давать показания? На русском это не переводится. Субтитры создавал DimaTorzok